Готов к труду и обороне – девиз, с которым люди, активно занимающиеся физкультурой, идут по жизни. Поэтому зимний фестиваль ГТО стал одновременно и подарком, и вызовом. Возможность испытать силы в таком событии дают уже второй раз, и у праздника спорта есть все шансы стать традиционным. Это уже второй день фестиваля. Вчера участники соревновались в плавании, а сегодня выполняют комплекс из трех упражнений. Одно из них на гибкость – это наклоны на гимнастической скамье, и два силовых – это подтягивания и отжимания. Причем на силовых упражнениях участников разделили в зависимости от пола. Мужчины заняли перекладину, а женщины работали в упоре лежа. Как таковых нормативов на соревнованиях нет. В каждом задании нужно показать свой личный максимум. Но есть определенные тонкости. Например, в отжиманиях нужно коснуться грудью дощечки, чтобы загорелась лампочка, иначе повторение не засчитывается. Участвуют в событии тамбовчане от 18 до 59 лет, и собрать заинтересованных людей не составило труда. Получается, в первую очередь, да, это объявление о том, что в городе проходит фестиваль ГТО. Это повлечение через социальные сети, это обращение к руководителям организации предприятий, которые работают на территории города в областном центре. Ну и такое дружеское общение, да, пришел сам, провел и друга. Не исключаю, что среди наших участников сегодня профессиональные, да, люди, которые профессионально занимаются спортом, представители военнослужащих, есть старшие люди. Один из самых взрослых участников – 54-летний Геннадий Чураков. На соревнованиях он обычно выступает в роли суди, но в этот раз решил сам включиться в борьбу. Как бы еще в школе учился, занимался легкоатлетикой, танкобежным спортом, там, баскетболом, хоккеем. А работаю тренером, конкретно веду легкоатлетику и полиатлоном. Полиатлон – это очень похоже на ГТО, там есть плавание, бег, стрельба, метание. Лучшие атлеты получают традиционные награды, но главное – они смогут представлять тамбов на областном фестивале, который пройдет уже в конце марта. Дмитрий Сергеев, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.